Музыка Производство товаров для такого хобби как аквариумистика в нашей стране страдает. Это совсем не значит, что ничего не производится. Конечно, клюют аквариумы, делают светильники, но не мировой уровень мирового признания, как в компании Тетра или компании Сера, нет. Совсем недавно я познакомился с необычным кормом для рыб, который производится в нашей стране. Аналогов в мире у этого корма еще нет, но он мне так понравился, что я не могу о нем не рассказать и не познакомить с ним вас. Корм, который достоин выйти на мировую площадку, который достоин заявить о себе, открыть что-то новое в нашем замечательном хобби. Это корм, который называется ГСК. Мы есть то, что мы едим. Расхожая фраза, но она как нельзя кстати в наши дни действительно подтверждается. Часто любители фастфудов очень полные люди. Здоровая пища – залог здорового тела. С этой истиной невозможно поспорить. Не только люди, все животные отражают эту истину. Кошки и собаки, которые питаются правильно, сбалансированно, живут дольше. Рыбки и другие обитатели аквариума – не исключение. Исходя из того, что мы в ответе за тех, кого приручили, означает только одно. Наша задача – сделать все возможное, чтобы наши подопечные были здоровы и сыты. Очень круто, что в комплекте с кормом идут вот такие прекрасные ложечки. Когда речь заходит об аквариумистике, человек своего рода – бог. От него зависит, день сейчас будет или ночь. Плохой будет экология в замкнутой экосистеме или приемлемой для жизни. Манна небесная также в руках человека. На самом деле мы вообще редко задумываемся о том, насколько сильно влияет корм на аквариум. Ну понятно, что рыбка поела, она сыта и все хорошо. Хорошо, понятно, что если кормление сбалансировано и в нем все необходимое есть, рыбка будет еще и прекрасно себя чувствовать. Но ведь каждый из нас понимает, что рыбки, простите, ходят в туалет. От этого в той или иной степени меняются показатели воды. Несъеденный корм начинает разлагаться и также влияет на воду. Дальше все зависит от количества полезных бактерий, которые все это дело будут перерабатывать. От живых растений, которые будут усваивать, если они, конечно, есть в аквариуме. В общем, питание аквариумных жителей – это не просто ам-ам. Это целая цепочка различных процессов, незаметная глазу человека. Корм ГСК, в отличие от многих других кормов, все эти нюансы учел. Этим-то он и уникален. Кстати говоря, ГСК – это аббревиатура. Гречишно-спирулиновый корм. В корме содержатся природные каротиноиды. Это способствует яркой окраске рыб. Помимо этого, целый комплекс необходимых витаминов. Это обеспечивает высокую устойчивость аквариумных жителей к различным заболеваниям. Наверняка, когда вы услышали про тот факт, что корм из гречки, вы подумали о том, что кроме нее там больше ничего нет. Но это не так. В состав корма входит только 20% гречневой муки. Помимо гречки, в составе 35% рыбной муки. Да не простой, а премиум класса. Спирулина 10% и еще 10% травяной муки. Такой состав корма обеспечивает гармоничное развитие рыб на протяжении всех их жизни. Отличную поедаемость и усвояемость корма ГСК. Между прочим, гречка в нашей стране пользуется огромной популярностью. Из нее сегодня даже делают конфеты. Вот такие. Помните, я говорил о том, что происходит после кормления? Так вот, разработчики этого корма изучили все досконально и с уверенностью говорят о том, что даже при интенсивном кормлении, а такое часто встречается в семьях с детьми, Рыбы выделяют относительно немного аммиака, а это естественно способствует поддержанию устойчивого биологического равновесия в аквариуме. Не буду сейчас рассказывать о нормах кормления тех или иных видов рыбы, потому что ГСК это такой корм, которым действительно можно перекармливать. Дело в том, что благодаря высокой усвояемости, ГСК создает минимальную нагрузку на пищеварительную систему, да и на организм рыбы в целом. Рыба не перевернется и не будет плавать кверху пузом, поэтому этот корм можно назвать идеальным вариантом не только для аквариумистов со стажем, но и для новичков, которые делают только первые шаги в таинственный мир аквариумистики. ГСК предотвращает запоры раздувания и переворачивания рыб. Я как-то проводил опрос среди подписчиков, нужно ли размачивать корм перед тем, как дать его рыбкам. Мнения разделились, каждый был по-своему прав. Действительно, в некоторых случаях корма стоит размачивать, но корм ГСК однозначно в этих манипуляциях не нуждается. Обратите внимание, этот корм подходит для ежедневного кормления в качестве основного рациона для морских и пресноводных рыб. Но не для всех видов рыб хищные рыбки являются исключением. К счастью, таких рыб немного и встречаются они редко. В целом же всеядные, растительноядные и большинство плотоядных рыб отлично едят этот замечательный корм. Это вы и видите сейчас на своих экранах. Гранулы ГСК не задерживаются в верхнем слое воды, постепенно стремятся упасть на дно. Поэтому обитатели разных слоев будут сыты, каждый успевая взять свое в своем излюбленном месте. Рыбы охотно берут ГСК с поверхности в толще воды и со дна. Помните о том, что этот корм можно давать несколько раз в день. На упаковках вы можете обнаружить буквы С, М и Л. Я полагаю, вы уже догадались, что именно они обозначают. Конечно, размер гранул. Самые маленькие гранулы фракции С, их размер около 1 мм. Идеально подходят для таких рыб, как гупи, меченосцы, пициллии, малинези, кардиналы, разборы, дани, унионы и подобные им. Гранулы размером 1,5-2 мм обозначены буквой М. Для средних размеров рыб идеально подходит барбусам, скаляриям, макроподам. Африканские циклиды его с огромным удовольствием едят. Размер L от 3 до 4 мм. Подойдет золотым рыбкам, попугаям, астронотусам, паку и другим крупным рыбкам. Отмечу, что корм ГСК едят и беспозвоночные, такие как улитки, крабы и креветки. Знаете о том, что высокий уровень фосфатов может останавливать рост растений и приводит к увеличению количества водорослей? Водоросли не только портят внешний вид, но и высвобождают токсичные вещества в воду. Например, в случае с сине-зелеными водорослями, цианобактериями. Поэтому необходимо избегать повышенного уровня фосфатов в аквариуме. А откуда эти самые фосфаты берутся? Они могут попадать в аквариум со свежей водой. Фосфаты иногда добавляют водопроводную воду для защиты труб, от загрязнения аквариумными жителями, от отмерзших растений и, конечно, от самого корма. То есть от остатков корма, которые разлагаются в аквариуме. Поэтому я решил провести эксперимент. Посмотреть на показатели фосфата, которые меняются от корма. Другими словами, сравнить корм ГСК с более дорогими популярными кормами зарубежных производителей. Для этого в небольшие емкости я насыпал одинаковое количество корма и залил водой. В общей сложности корм находился в воде более 17 часов. После чего я снял показатели. Камера, конечно, немного искажает цвет тестов, но по факту получилось, что корм ГСК почти достигает отметки 5. Другие два образца переплюнули по своему темно-синему цвету максимальную отметку в 10. И это явно видно. Отсюда пусть каждый из вас сам сделает вывод. Свой вывод я уже сделал. Свой вывод я уже сделал. Субтитры сделал DimaTorzok